Практически всем нам известны с детства сказки о Елене Прекрасной, Елене Премудрой, но не всем известно, что этой сказочной героиней в истории был реальным прототипом – молдавская принцесса Елена Стефановна. В ее жизни был и Иван Царевич, и сказочный свадебный пир, и жизнь в Царском дворце. Но в отличие от сказки, где все начинается с освобождения красавицы из темницы, ее сказка как раз в темнице и закончилась. Елена была дочерью молдавского господаря Стефана Третьего Великого и киевской княжны Евдокии Олелькомны. По матери она была праправнучкой московского князя Дмитрия Донского. Мать Елена потеряла в раннем детстве. После этого Стефан женился еще два раза. Так что девочка росла при двух мачехах и при отце, которому постоянно приходилось бывать в военных походах и в поездках по делам государства. Стефан Третьий не зря получил приставку Великий. Он сумел побороть боярскую оппозицию. Проводил политику усиления центральной власти. Сумел отстоять независимость своей небольшой страны в борьбе с более сильными соседями, такими как Польша, Венгрия и Османская империя. И тем самым поднять престиж своей страны. Но Стефан понимал, что для дальнейшего развития и сохранения самостоятельности своей страны ему нужны союзники. И он обратился взгляд на север, где начинало усиливаться молодое московское княжество. Закрепить союз Стефан решил обычным для того времени способом – через династический брак. Свою ночь он решил выдать за московского наследника Ивана Молодого, сына великого князя московского Ивана Третьего. Так как прямых контактов у Молдовы с Москвой тогда еще не было, предложение о союзе и браке было передано через дядю Елены, слудского князя Михаила Олельковича. Великий князь Иван Третьий к этому времени также нуждался в новых союзниках. Были напряженные отношения с Стефанским княжеством. Ливония в 1480-м напала на Псков, нависла угроза вторжения со стороны Большой Орды. Постоянно бунтовали родные братья князя. Поэтому предложение молдавского князя вскоре было принято. В 1481 году из Москвы в Молдавию, или в Волохе, как тогда называли этот регион Московии, было отправлено свадебное посольство двух братьев-бояр Андрея и Петра Михайловича Плещевых. Им было поручено привезти из Москвы невесту Ивана. Сватовство прошло удачно, и после сказочных перов во имя союза двух государств посольство с Еленой отправилось в Москву. Больше она в Молдавию не возвращалась. Король Польский и великий князь Титовский Казимир IV, не желая портить отношения сразу с двумя соседями, разрешил Елене Стефановне проехать по своей территории и даже отправил ей подарки, когда она находилась в районе Новгород-Северского. В итоге, уже в декабре 1482 года свадебный кортеж прибыл в Москву. Со свадьбой затягивать не стали, и уже 12 января 1483 года состоялось торжественное венчание Ивана Царевича и Елены Прекрасной. Гуляния продолжались несколько дней, и оказалось, что это был не только политический брак, но и по-настоящему союз двух сердец, так как уже через 9 месяцев, 10 октября, Елена родила сына, которого при крещении назвали Дмитрием. Вскоре после прибытия в Москву Елене дали прозвище по месту ее рождения – Волошанка. Под ним она и вошла в историю – Елена Волошанка. Но на ее виду она оказалась не единственной иностранкой при дворе великого князя. В 1467 году умерла мать княжеча Ивана Мария Борисовна Тверская в возрасте 25 лет. Маленький Иван остался сиротой, а великий князь Иван остался вдовцом, но горевал он всего несколько лет, и в 1472 году у Ивана Молодого появилась мачеха – византийская принцесса Софья Паля-Лук. И вот теперь две южные принцессы оказались вдвоем в далеком северном городе, и обе собирались править в нем, поэтому конфликт между ними стал неизбежен. И первое столкновение случилось уже вскоре после рождения царевича Дмитрия. Великий князь был очень рад появлению у внука, так как это означало, что его династия будет крепкой и долгой, поэтому он решил подарить своей ювеске жемчужное ожерелье, которое принадлежало покойной матери Ивана Молодого, княгине Марии. Но тут оказалось, что ожерелья в княжеской сокровищнице уже нет. Софья подарила своей племяннице Марии, которую она сумела выдать замуж за наследника вилейского князя Василия. Великий князь был сбешен с самоупрасом жены, но весь гнев обрушил на князя Василия, потребовал, чтобы тот вернул украшения. Но тот этого делать не стал и сбежал вместе с женой от княжеского гнева в Литву. Этот инцидент надолго испортил отношения Ивана Третьего с супругой и разжег войну и на жизнь, а насмерть между двумя южанками – Софьей и Еленой. В 1480 году Иван Третьев начал войну с тверским князем Михаилом. Поводом были письма, которые последний стал литовскому князю с предложением союза. Тверь была осуждена, Михаил бежал в Литву, а местные бояре открыли ворота великому князю. Так как Иван молодой, по матери был племянником последнего тверского князя, то отец отдал тверское княжество ему. Так Елена стала великой княгиней Тверской. Они с мужем переехали в Тверь, а Софья осталась в княжеском дворце одна. И со временем она сумела вернуть расположение мужа. В Твери наследник великого князя приобретал опыт и получал значительные средства для содержания своей семьи. Елена также завела у себя в Твери свой собственный двор. Но через три года Иван Третий вернул старшего сына в Москву. Это могло быть связано с тем, что Иван Третий начал активное наступление на казацкое ханство и был заинтересован, чтобы Иван молодой находился поблизости от него. Две рижанки вновь оказались в одном городе. Но до открытой вражды пока не доходило. Обе красавица мило улыбались друг к дружке. Елена чувствовала свое преимущество. Она была женой наследника и матерью наследника. А Софья была всего лишь женой старейшего князя. Но вскоре в семье Елены случилось несчастье. Иван Иванович заболел ломотой в ногах. Местные знахари священники вылечить его не могли. И тогда Иван Третий обратился к одному из врачей, приехавших из Италии по приглашению княгини Софьи – мистеру Леону. Тот поклялся своей головой, что вылечит Ивана молодого. Он ставил ему банки, поил разными лекарствами, но Ивану становился только хуже. И 7 марта 1490 года наследник московского престола скончался. Вскоре врач потерял тот предмет, которым поклялся. Его казнили. По Москве поползли слухи, что это Софья отравила пасынка. Доказать это никто, конечно, не мог. Но выгоды от смерти Ивана она получила. У ее детей появился шанс занять московский трон. С этих пор при княжеском дворе образовалось два враждебных лагеря. Сторонники того, чтобы наследником был сын Елена Дмитрий, и сторонники сына Софьи Василия. Борьба была, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. В 1497 году был раскрыт заговор сторонников Василия во главе с дубным дьяком Владимиром Гусевым, которые хотели убить княжище Дмитрия и добиться объявления наследником Василия. Иван Третий пришел в бешенство. Несколько заговорщиков было казнено. Сам Василий и его мать Софья помещены под домашний арест. В следующий год Иван Третий, чтобы пресечь все споры о наследнике, провел церемонию венчания на великое княжение своего внука Дмитрия в Успенском соборе. Такая церемония впервые проходила в истории московского княжества и была призвана показать княжескую власть как божий промысел. Мастерской Елены была вышита пелена с изображением этого события. По сути, это была первая светская картина, изображающая всю княжескую семью, так сказать, первый семейный портрет, на котором великий князь и его внук были на первом плане, а Софья и ее дети на заднем. Этот год был годом триумфа Елены, но уже на следующий год Софья вернула расположение мужа к себе и к сыну. Василий был назначен князем новгородским и псковским, а Дмитрия, великий князь, начал отдалять от себя. Намного раньше Елена была вовлечена в секту житовствующих. Это еретическое течение, в котором смешалось христианство и иудаизм. Оно было направлено против могущества церкви и в конце XV века охватило высшие слои московской аристократии и духовенства, в том числе среди представителей Великокняжеского двора. Церковный клир, при поддержке в том числе и Великой княгини Софьи, начал широкую кампанию против этого течения. Главным вдохновителем этой борьбы был Иосиф Володский. Вскоре на церковных соборах это течение было признано еретическим. Многие сторонников Елены были арестованы и сожжены. Некоторым вырвали язык и выслали из Москвы. Елена с сыном по приказу Великого князя в апреле 1502 года были арестованы и посажены в темницу. Дмитрий был лишен титула соправителя и Великого князя, несмотря на то, что был венчан в церкви на княжение. Наследником был официально объявлен старший сын Софьи Василий. Но сама византийская принцесса не смогла долго наслаждаться триумфом и увидеть своего сына на московском троне. В 1503 году она умерла. Елена пережила ее всего на два года и умерла в темнице в 1505 году. Есть версия, что ее убили. В том же году умер и сам Великий князь Иван. Существует легенда, что перед смертью он простил Елену и своего внука и даже дал указ освободить того из тюрьмы. Но как только он и спасил дух, новый Великий князь Василий III снова арестовал племянника, но теперь уже посадил его в более узкую камеру в цепи. Долго такого заключения Дмитрий выдержать не смог и в 1509 году скончался. Несмотря на все то, что произошло в московском государстве с молданской принцессой и ее сыном и последовавшее по этому поводу сильное возмущение господаря Стефана Великого, отношения двух государств не прекратились. Стефан все еще нуждался в сильном союзнике. Политические интересы оказались сильнее семейных уз. Так закончилась сказка о прекрасной Елене, погибшей в темнице за 2-9 земель от родного дома. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь и жмите колокольчик.